В Германии обнародованы детали засекреченной программы Третьего Рейха. Как выяснилось, во время Второй мировой войны многие солдаты вермахта шли в бой под воздействием наркотиков. Могли не спать сутки напролёт, но чувствовали ни страха, ни боли. Репортаж Ивана Благова. Это Т-34. Я его знаю с лета 41-го года. Но ещё более сильное впечатление на танкиста Петера Эмериха чуть раньше произвёл препарат под названием «Первитин». В конце июня 41-го мы перешли границу России и получили от нашего военврача по чудо-таблетке. Их давали всем, кто был за рулём. Как нам сказали, для бодрости. Чудо-таблетка бодрости – «Первитин», «Метиламфетамин» по химической формуле похож на современный наркотик экстази. После приёма у солдат появлялась уверенность в себе, они не чувствовали боли и готовы были идти на любой риск. Такие универсальные солдаты как раз и нужны были командирам. Впрочем, и высший офицерский состав вермахта, включая Адольфа Гитлера, как уверяют немецкие историки, принимал «Первитин». Я чувствовал себя нормально, никакого опьянения. Просто я не хотел ни спать, ни есть. Времени на отдых не было. Приказ любой ценой, только вперёд. Войска гитлеровской Германии стали наркозависимыми задолго до операции «Барбароссы» – вторжения в Советский Союз. В случае отсутствия «Первитина» солдатам разрешено было выдавать даже опиум. Однако «Первитина» его производили в Германии, как правило, хватало. Только лишь для операции «Вестфельцук» по захвату стран Бенелюкса и Франции. В апреле 40-го вермахт заказал 35 миллионов таблеток «Первитина». Доктор Горх Пикин уверен, метиламфетамин – один из секретов блицкригов Гитлера в Европе. Вот он, «Первитин». Такая маленькая упаковка продавалась в аптеках Рейха свободно. «Первитин» получали пилоты, бомбившие Лондон. Лётчики Люфтваффе с таким допингом могли совершать по 6 боевых вылетов в день. Но были и не только таблетки. Чтобы было и вкусно, и питательно, наркотики добавляли в шоколад. Специально для танкистов разработали «Панцершоколад», для лётчиков «Флигершоколад». Немножко другая формула. Помимо наркотических веществ добавляли ещё и кофеин. Испытания спецпрепаратов проходили в том числе и здесь, в концентрационном лагере «Заксенхаузен». В 44-м на узниках лагеря испытали новый препарат под кодовым названием «Д-9» с добавлением кокаина. Они должны были ходить круг за кругом. За спиной у каждого были мешки с песком и камнями весом 15 килограммов. Они имитировали снаряжение. С использованием этих стимуляторов люди могли не останавливаться более суток. Уникальные документы, результаты испытаний. Видно, группа заключённых на смеси с кокаином маршировала на плацу с 17 декабря по 20-е, без перерыва. Подобные психостимуляторы в конце войны поступили на вооружение экипажей подводных лодок. Так повышали боеспособность. Нужно себе представлять, что команда подводников вынуждена была не спать по 5 суток. Сон означал смерть в водах, где проходили маршруты кораблей противника. А эти таблетки позволяли не спать и 7 суток. После разгрома фашистской Германии производство первитина было приостановлено. Медицинская статистика в отношении наркозависимых бывших солдат Рейха, которые испытывали жесточайшую ломку, насколько известно, не велась. Иван Благой, Илья Марьин, Любовь Дмитриева, Первый канал, Германия.